По звуке оркестра в городе завершается фестиваль «Зелёный шум». Международный форум собрал деятелей искусства из городов России и Европы. О днях высокой культуры в материале нашего корреспондента. Дмитрий Похотин в силу своей занятости нечастый гость на подобных мероприятиях. Но на открытие фестиваля «Зелёный шум» пришёл со всей семьёй. Говорит, дочку Дарью приобщает. Я, конечно, себя большим театралом не считаю, но очень хочу, чтобы таким большим театралом стала моя дочь. И посещая такие мероприятия, уверен, что в ней будет сформироваться восприятие мира, которое позволит понимать, что это театр и сделает её более развитым и культурным человеком. О «Зелёном шуме» шумели давно. Проходили пресс-конференции, приглашали музыкантов, художников и экспертов в различных сферах культуры. И вот оно, долгожданное открытие. На сегодняшний день, можно сказать, уже всё удалось. Все, кто мечтал приехать и кто мечтал попасть в зал и теперь уже нашей сургутской филармонии, они все нашли себя здесь, потому что мы видим аншлаг, мы видим, что и балкон заполняется. И поэтому мы рады, что любители академического искусства, тех, кто поддерживает талантливых способных детей в мире культуры и искусства, художественного искусства, становится больше. В первый концертный вечер сургутян и гостей города порадовали музыканты, которым ещё нет и 30, а многие и вовсе юные таланты. Но в то же время они лауреаты и призёры различных, в том числе и международных форумов. Выступили артисты в сопровождении оркестра Сургутской филармонии. Фестиваль «Зелёный шум» в Сургуте продлился 5 дней. И за это время порадовал концертами народной музыки, программой «Новые имена» и многим другим. Татьяна Расторгуева, Рамиль Нуриев, Андрей Гущенко. Сургут. Интерновости.